Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает довольно интересная торговая сессия, учитывая количество макроэкономических событий и статистики. Буквально совсем скоро в 6.00 по GMT ждем данные по рынку труда Англии. Далее в 9.00 по GMT бизнес-оптимизм Германии. В 12.00 по GMT отчет ОПЕК по динамике роста спроса и предложения. В 12.30, пожалуй, самый важный релиз, но это предварительно, потому что мы еще не знаем, что сегодня говорит Павел под закрытие торговой сессии. В 12.30 данные по промышленной инфляции. В США по-другому индекс цен производителей. И под закрытие частичной, скажем так, американской торговой сессии в 14.00 по GMT выступление глава американского регулятора Джерома Пауэлла. Какое из этих событий данные по промышленной инфляции, либо речь главы президента американского центрального банка будет основным драйвером для доллара, покажет уже сегодняшний вечер. Но, по крайней мере, заранее я почти уверен, что сегодня волатильность точно вернется на рынки, будет довольно жарко. И заранее обязательно, друзья, контролируйте риски и следите за загрузкой депозитов. Давайте теперь по порядку. Индекс доллара 105.13. Все те же самые значения, что и вчера. Мы уже констатирули факт того, что ничего не изменится, пока рынок не получит дополнительное топливо для движений. И, как я только что отметил, как раз сегодня эта ситуация точно изменится. Это топливо будет, и рынку останется просто отреагировать на этот фундаментальный фон, пересмотреть свои ожидания по изменению ключевой процентной ставки в США и еще раз решить для себя, что же делать дальше с американской валютой. Вы, как знаете, я не отказывался от своей прежней рекомендации того, что индекс доллара еще покажет характер и может выйти на новые локальные максимумы. Ну, по крайней мере, сейчас, за последние недели мы получили больше свидетельств того, что, скорее всего, американская монетарная политика будет точно такой же, как и сейчас в течение длительного периода времени. То есть ФРС сохранит ставку на прежнем уровне 5,5%. По факту, если говорить, ориентируясь на предстоящие макроэкономические отчеты. Данные по индексу цен производителей. Ожидаем, что в годовом выражении индекс окажется на новых локальных максимумах, покажет рост с 2,1 до 2,2%. Базовый индекс цен производителей, скорее всего, останется на прежней отметке 2,4%. Но некоторое время назад, когда мы дожидались предыдущей релизы по инфляции, я все-таки придерживался сценария, при котором могут быть определенные инфляционные сюрпризы. И эти сюрпризы действительно после этих слов и после выхода макроэкономических данных на рынке появлялись. Я, например, сегодня допускаю, что индекс цен производителей в базовом формате может тоже превысить прежнее значение 2,4% и оказаться на новом максимуме в 2,5%. Хорошо то, что мы увидим эту статистику до выступления Паула. То есть Паула сегодня должен коснуться темы перспектив американской монетарной политики. И, может быть, придется ему сослаться на данные по инфляции, которые являются своего рода прелюдией перед выходом основного индекса потребительских цен, который мы ожидаем завтра. Я уверен, что риторика Паула пока будет прежней, то, что все зависит от данных макроэкономических. Сейчас тренд дезинфляционный замедлился. Есть проблемы с четким пониманием того, что инфляция будет дальше снижаться. Уверенности в этом нет. И мы слышали от Паула это уже много раз. И крепкий, все еще крепкий рынок труда, рынок недвижимости способствует тому, чтобы инфляция оставалась повышенной. Эти комментарии больше коррелируют с жесткой риторикой, которая для доллара должна быть фактором поддержки. Поэтому в целом на ближайшие торговые сессии я в отношении американского доллара, американской валюты, довольно оптимистичного сценария. Придерживаюсь и считаю то, что доллар, скорее всего, вырастет, нежели чем преодолеет поддержку на 105 пунктов. Речь идет об индексе американской валюты. Золото 2344 доллара за тройскую унцию. Сегодня с открытия сессии золото активно растет. Я решил, что пока сохраню длинную позицию до выхода данных по инфляции, которые мы ожидаем завтра. И как раз чуть больше суток есть еще для удержания длинной позиции. И, может быть, мы все-таки увидим сегодня еще одну волну спекулятивного роста, что позволит нам приблизиться к уровню 2400 долларов за тройскую унцию. Европатидоллар 1,0787. Здесь ждем статистику по инфляции еврозоне, которая выйдет в пятницу. По инфляции ожидается, что основной индекс потребительских цен останется на отметке 2,4%. При этом базовая инфляция скорректируется с 2,9% до 2,7% и тем самым даст дополнительный аргумент Европейскому центральному банку для начала смягчения экономической политики. Очень рассчитываю на то, что до выхода пятничных данных по индексу потребительских цен европейская валюта не сильно заберется выше текущих значений. По фунту 1,2560 я ранее отказался от торговли этим валютным активом и сфокусировался на другие инструменты, о которых я вам говорю. Но если фунт в фокусе вашего внимания, имейте в виду, сегодня выйдут данные по рынку труда Англии и, скорее всего, они очень сильно разочаруют, потому что даже по прогнозам ожидается рост уровня безработицы с 4,2% до 4,3%. Заявки первичные вырастут почти до 14 тысяч, точнее 10,9 тысяч. При этом средние темпы заработной платы могут снизиться, скорректироваться с 5,6% до 5,3%. Снижение заработных плат – это еще одна предпосылка для того, чтобы инфляция тоже ослабевала. И Банк Англии, впрочем, как и другие центральные банки развитых стран в июне, тоже рассмотрел возможность смягчения экономической политики. Потенциально для фунта – это негативный фон, который может спровоцировать снижение пары фунт-доллар ниже отметки 1,25. Доллар канадец все так же без изменений. Ждем закрепления пары выше уровня 1,37 и движения к нашей долгосрочной цели 1,39. Доллар иена, друзья, 156,41 – устойчивое, монотонное восходящее движение, которое компенсирует результаты валютных интервенций, приведенных Банком Японии и Минфином буквально чуть больше недели назад. Мне очень понравилась инвест-заметка от JP Morgan. Они анализировали влияние валютного курса на многие показатели и сектора национальной экономики и разбирали именно корреляцию валютного курса с тем, что происходит в целом с экономикой. И, в частности, отметили, что уровень 157 йен за доллар является как раз тем самым пограничным рубежом, когда Банк Японии уже точно должен вмешаться. Потому что на этом уровне возникает ситуация, когда появляется так называемый уровень безубыточности, когда темпы роста заработных плат в Японии компенсируются повышением инфляции из-за девальвации национальной валюты. Я с этим абсолютно согласен. И Банк Японии, собственно, раньше вмешался в курс, но, правда, сделал это не на отметке 157, а на 160. Но, в целом, мы сейчас подбираемся к рубежу, где снова возможно вмешательство японских монетарных властей. Я призываю вас быть предельно внимательными и в связи с этим недооценивать потенциал развития нисходящей динамики, в которой мы могли убедиться чуть больше недели назад, когда пара свалилась с отметки 160 иен за доллар почти до уровня 151. Я сторонник того, что снижение останется в приоритете, поэтому, в принципе, уверен в том, что пара с большой долей вероятности вернется к уровню 150, нежели чем снова протестировать 160 иен за доллар. И рынок нефти 83.40, по-прежнему короткие позиции в приоритете. Факторы, которые сейчас способствуют и будут способствовать снижению рынка нефти от рыночного сантимента до ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, поскольку представители ХАМАС подтвердили, что готовы вернуться к режиму прекращения огня, в то время как усиды снизили интенсивность атаки на суда в Красном море. В общем, пока фон неплохой для развития нисходящей динамики. И главное, чтобы мы добрались до нашего уровня поддержки 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!